Масштабная и дорогостоящая работа. В Кирове продолжают реставрацию Спасского собора, а также Троицкой церкви в Макаре. По данным Вятской епархии, ремонтные работы идут еще примерно в 30 храмах. Екатерина Зубарева пообщалась со служителями церкви и узнала, на какой стадии сейчас ремонт. А главное, кто должен его оплатить. Мы готовимся сейчас уже к тому, чтобы своды начать делать. Реставрационные работы в одном из старейших кировских храмов в Спасском соборе не прекращаются уже третий месяц, рассказывает иерей Петр Машковцев. Сейчас строители трудятся сразу в нескольких направлениях. Укрепляют фундамент, штукатурят стены в алтаре, строят лестницу на второй этаж и готовят крепления для будущих сводов. С одной стороны, на восстановление было все так же, как раньше было, на вид, но в то же время все с современными материалами. Вот пол заменили мы в храме. Был тоже деревянный, деревянные балки, сейчас балки металлические, пол бетонный. За лето строители должны доделать фундамент, фасад и главное, что нужно успеть установить купол. Закончить реставрацию в Спасском соборе планируют к концу следующего лета. Правда, для того, чтобы это стало возможным, нужно собрать больше 50 миллионов рублей. Сейчас на специальном счете значится цифра, которая уже переросла, 11 миллионов. Без поддержки крупных компаний, конечно, мы бы это не начали. Но и одной компанией здесь не справиться, поэтому несколько спонсоров есть основных, но они тоже, им это не по силам, поэтому мы надеемся на помощь простых прихожан. Там счетчик есть на сайте фонда, там буквально в день кто-то тысячу, кто-то 10 тысяч положит на счет. Еще один храм, где сейчас идет реставрация – Троицкая церковь в Макарье. Рабочие уже восстановили здесь кирпичную кладку, вставили окна, сейчас работы идут на втором восьмеряке, а также в строении рядом. Это часовня Александра Невского. В ней после ремонта должна появиться баптистерия для крещения взрослых и детей с полным погружением в воду. Ремонт этих сооружений, так же, как и Спасского собора, идет за счет средств прихожан. Никакие различные бюджеты не оплачивают, проводимые нами работают. А епархия? То есть это как-то распределяется? Нельзя, да, говорить? На сегодняшний день в Вятской епархии 110 храмов и 26 часовен. Примерно в 30 из них идет ремонт. Хотя, по словам сотрудников той же епархии, в нем нуждаются практически все церкви. Тем временем, реставрация Троицкого храма в Макарье должна завершиться уже этим летом. А вот ремонт часовни затянется до следующего года. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин, Бюро новостейдовича.